МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Литвинова в 17 лет призвали в армию в авиацию дальнего действия. Победу ветеран встретил в Польше. За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалями за победу над Германией и за боевые заслуги. Александр Литвинова, близится 73-я годовщина Великой Победы. Вашей Победы над самым страшным врагом. Поэтому примите от всех жителей Северского района наше глубокое уважение, поздравление. Благодаря вам мы живем сегодня под мирным небом. С праздником, здоровья вам, благополучия. Мы помним, мы ценим и мы гордимся, что у нас есть такие ветераны. Уважаемые жители, подходит большой день, который празднует не только в нашей стране, и за рубежом даже встречает. Где участвовали в освобождении нашей страны многие национальности. Я желаю вам всем хорошего, чтобы у вас не было потерь, как были у нас. Чтобы вы жили дружно и хорошо, и богато. Рад гостям Александр Павлович Клочко, фронтовик из поселка Афибский. Я вас всех очень и очень благодарю за то, что оказали такое внимание мне. Мне вот через полгода ровно 94 года. Это День Победы, Горохом Брабан. День Победы, День Победы, День Победы. Владимир Дмитриевич Марковский родился в Белоруссии. На войну его призвали в сентябре 1942-го. Воевал в Латвии, в Восточной Пруссии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени и юбилейными медалями. Районные артисты в гостях у каждого ветерана исполняли известные и всеми любимые мелодии военных лет. Большое вам спасибо за то, что вы пришли. Они поздравили нас с праздником Победы, в том числе и вас всех с праздником Победы. Передайте своим родным, близким, маленьким, детям, школьникам. Пусть они будут такими же в настроении, в бодрости, как мы, дожившие сейчас до этого времени. В поселке Афибском проживает и ветеран Василий Васильевич Барабашов. Служил рядовым. Воевал на Украине, во Львовской области. Василий Васильевич награжден медалью за победу над Германией. Принимали поздравления Владимир Айказович Веробян и Александр Алексеевич Селиванов. Александр Алексеевич имеет множество наград, среди которых орден Великой Отечественной войны второй степени, медали за отвагу, за победу над Германией. Воевал на Украине, победу он встретил в Праге. Всего несколько месяцев немцы хозяйничали в станице Азовской. После своего пребывания они оставили страшные следы разорений. Здесь проживают ветераны Виктор Григорьевич Пенский и Григорий Васильевич Кривошеев. Когда немцы вошли в станицу, Виктору Пенскому было 14 лет. ПЕСНЯ В ноябре 1944 года призвали в армию и Григория Кривошеева. Всю ночь юные новобранцы с песнями маршировали по улицам села, а утром их погрузили в вагоны и отправили в Башкирию под Уфу. Здесь базировали запасные полки. От всех жителей нашего района примите слова благодарности. Низкий поклон всем ветеранам, которые сегодня живут. Дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы мы встречали этот праздник вместе. Здоровья вам и благополучия. Поздравление ветеранов на дому стало хорошей традицией. С каждым годом их становится все меньше. И наш долг помнить, что мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли нам долгожданную победу. Рабочее совещание администрации муниципального образования Северский район прошло в станице Северской. На встрече присутствовали руководители управления и ведомства главы поселений. Перед тем, как перейти к обсуждению вопросов, совещание глава района Адам Джарим вручил благодарственные письма учителям школ за наставничество при подготовке победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к началу летней оздоровительной кампании. Начальник управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова рассказала, что в летний период планируется. Планируется организация лагерей дневного пребывания, развитие форм активного детско-юношеского туризма, оздоровление детей и подростков на Черноморском побережье, проведение тематических смен и организация передвижного палаточного лагеря. На сегодняшний день в районе проживают 24 476 детей в возрасте от нуля до 18 лет. Из средств муниципального бюджета на проведение летней кампании выделено 22 млн 31 700 рублей. Также началась активная подготовка к новому учебному году. Начальник управления образования Любовь Масько доложила о том, что уже сделано и что еще предстоит. На данный момент на текущий ремонт детских садов выделено 1 млн 296 тысяч, на капитальный ремонт садов и школ 9 млн 546 тысяч. Также выделены средства на приобретение учебника в размере 13 млн 663 тысячи рублей. Обсудили состояние школьных автобусов. Во время летних каникул автобусы будут стоять, чтобы он прошел техническое обслуживание полностью, чтобы к новому учебному году весь парк был готов. Впереди будет осень, зима, чтобы мы потом уже не говорили, автобус поломался, там еще что-то надо. Какие необходимые средства вы скажите, что нужно для того, чтобы это в первую очередь безопасность наших детей. Остром остается вопрос по замене системы водоснабжения и водоотведения в сельских и городских поселениях. Заместитель начальника управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса Юлия Козлова доложила, какие работы в каких поселениях проведены и какие необходимые материалы закуплены для дальнейшей замены. Этот вопрос находится на личном контроле главы. Каждый солдат Великой Отечественной войны достойен уважения и памяти в сердцах потомков. В преддверии Дня Победы проходит немало мероприятий и акций, посвященных ветеранам. Одна из них – Лицо Победы. Уже четвертый год студенты Краснодарского краевого института культуры создают графические и живописные портреты живущих на Кубани ветеранов Великой Отечественной войны, составляют краткие биографии, записывают воспоминания фронтовиков. Все это воплощается в ежегодной книге «Лицо Победы». В преддверии 9 мая памятные подарки получили Михаил Сергеевич Караченцев из поселка Черноморского, Анастасия Петровна Лепа, Валентина Петровна Толкач, Евгений Максимович Волик из Станицы Северской. В течение года мы собираем информацию о ветеранах, собираем их очерки, берем фотографии. В течение года студенты пишут и рисуют портреты ветеранов Великой Отечественной войны. И заканчивается акция тем, что дарим подарки нашим ветеранам. Мы понимаем, для чего эта акция проводится, так как это все-таки дань памяти и уважения ветеранам, которые прошли войну, тяжелый путь. Мы ими очень гордимся, естественно, понимаем важность того, почему нужно это помнить. Это для того, чтобы не возникало подобных ситуаций больше. И нашему поколению, думаю, стоит и будущим поколениям никогда не забывать об этом. Мы гордимся, мы рады, что проходит эта акция. Спасибо, хотелось бы сказать нашим ветеранам, потому что мы правда ценим. Всего за время существования акции руками студентов Кубанского государственного института культуры создано около 400 портретов. Почти все они переданы ветеранам и их родственникам. В Станице Северской проведены работы по обновлению асфальтового покрытия площади мемориального захоронения воинов, павших в Великой Отечественной войне. Средства для проведения реставрации площади выделены из бюджета северского сельского поселения. Давняя была мечта отреставрировать площадь мемориалом, потому что уже прошло почти 30 лет, вот ее никто не делал, и вот сегодня свершилось. Братская могила. Память и павших, память и вечно молодых солдат и офицеров, освобождавших нашу станицу. Память, многократно пережитая в душе, осмысленная разумом поколений, она стала частью нашего сознания и неотрывной от чувства долга перед погибшими. Мы славим подвиг ветеранов. Именно эти слова стали эпиграфом для концерта, посвященного приближающемуся празднику 9 мая, который состоялся в Доме культуры Станицы Северской. Насыщенная концертная программа подготовлена методистом Северского Дома культуры Татьяной Григорьевой, которая в этом году отмечает 20-летний юбилей творческой деятельности. В качестве почетных гостей в зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Также в зале собрались школьники района и представители образовательных организаций. Выступления творческих коллективов, поздравления с грядущим праздником и несмолкаемые аплодисменты – все это создавало теплую семейную атмосферу. В фойе был представлен фотоотчет Дома культуры о патриотической работе в Северском районе, а со сцены звучали прекрасные песни. ПЕСНЯ 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 С каждым годом людей, переживших военное время, остается все меньше. И от этого каждая встреча с ними становится еще более особенной. Живая память о тех страшных днях. Рассказы из первых уст – вот настоящая история. История, которую нужно во что бы то ни стало сохранить. Почетная гостья ветеран труда Раиса Забырько была еще ребенком, когда на Кубань пришла война. Она рассказала юным зрителям о своей жизни после освобождения района от фашистов, об участии в захоронении погибших и прочла стихи собственного сочинения, посвященные солдатам, сражавшимся на кубанской земле. Прошли бои, прошла война, и над станицей тишина. А мама будет брать меня, вставай, кровиночка моя, солдат погибших хорони, чтобы нам память сохранить. Ой, мама, мамочка, беда, и я солдатика нашла. И лежит он неживой в том окопе под вербой, а вокруг трава растет, и подснежник там цветет, колокольчики растут. Мам, сколько ж их поигло тут. Людям того поколения выпала тяжелая ноша. Благодаря их самоотверженности и стойкости наши дети не знают войны. Задача нынешних поколений – сохранить память о великих подвигах ушедших предков и обеспечить достойную жизнь для тех, кто еще помнит, какой ценой была завоевана победа. Редактор субтитров А.Семкин